О, а вот и Каркуша! Привет! Что это ты там принесла? Что принесла? Ничего не понимаю. Что? Ребята, вы понимаете, что говорит Каркуша? Я совсем ничего не понимаю. Давай я уберу этот листок бумаги, хорошо? Наконец-то я могу говорить! А, ну тогда объясни, зачем ты принесла в студию кита? Ну, сегодня был урок рисования, и нам дали задание. К следующему занятию принести какой-то, ой, как его, трептих, да еще с китом. Интересное задание. Ну, я бы не сказала, весь дом обыскала, нет у меня никаких трептихов. И что теперь делать, не знаю. Каркуша, ну, во-первых, правильно говорить не трептих, а триптих. А во-вторых, очень жаль, Каркуша, что ты все занятие, видимо, болтала со своей подружкой, сорокой, и все прослушала. Да, так оно и было. Сережа, помоги мне сделать задание, а? Ну что же, друзьям надо помогать. Главное, чтобы у нас на полке-выручайке нашлось все необходимое. А что нам нужно? Сейчас скажу, Каркуша. Так, нам понадобятся три подрамника, обтянутые цветным холстом. Так, нет, краска не нужна, я думаю. Ага, белая бумага плотная, ножницы и клей-карандаш. Так. Это все? Да, этого достаточно. Давай сначала примерим твоего кита. Он должен поместиться на холсте. Так. О, отлично, Каркуша, помещается идеально. Ну, давай делать уже. Сделаем сейчас волны. И отправим кита в плавание. Нет, подожди, Каркуша, впереди еще много работы. Волны надо сначала вырезать. Сережа, а я почти ничего не знаю про китов. Так давай прямо сейчас и узнаем. Давай. Кто видел кита, тот точно знает, что это самое огромное животное на Земле. А можете ли вы представить, что киты – ближайшие родственники бегемотов и потомки сухопутных парнокопытных? Именно поэтому на их огромных телах до сих пор есть шерсть. Они теплокровны и выкармливают детенышей молоком. Но в отличие от своих сухопутных сородичей, киты – долгожители. И некоторые из них доживают на 200 лет. Сережа, волны готовы. Что дальше? Мы приклеим волны и кита к холсту. Используем клей-карандаш. Хорошо, что холст у нас синего цвета. Получается настоящее море. Сережа, а зачем нам еще два холста? Ну как зачем, Каркуша? Тебя же просили принести триптих. Да, а я так до сих пор и не знаю, что это такое. Каркуша, триптих – это художественное произведение, состоящее из трех частей, объединенных одной идеей. Понятно. Но у нас два оставшихся холста совсем пустые. Пустые, но это только пока. Сейчас мы все исправим. Я вначале приклею кита, а потом мы сделаем нашему киту фонтанчик. А из чего? Также из обычной плотной белой бумаги. Я его нарисую, потом вырежу, а затем уже приклею. Так. Готово. Приклеили. Ой, здорово получилось. Так, теперь давай нарисуем фонтанчик и вырежем его. Так, ну вот отсюда ведем линию. Затем ее расширяем. Ой, Сережа, ты рисуешь просто огромный фонтан. Разве такие бывают? Бывают, Каркуша, еще и не такие бывают. Вот, например, у гренландских китов во время выдоха фонтан достигает шестиметровой высоты. Вот это да! А расскажи еще что-нибудь интересное. Да что рассказывать? Давай лучше посмотрим. Давай. У китов плохое зрение, нет обоняния и чувства вкуса. Поэтому окружающий мир они воспринимают на слов, но не ушами, которых у китов тоже нет, а нижней челюстью. Нет у китов и голосовых связок, но это не мешает им петь длинные мелодичные песни. Самыми поющими китами считаются белые. Значит, у нас с тобой, Сережа, самый поющий белый кит. Верно. Каркуша, а я уже готов клеить фонтан на холст. Сережа, только у нас с тобой все холсты разного цвета. Разве так можно? Конечно, Каркуша, так даже интереснее. На верхнем холсте мы разместим вот эту часть фонтана. На среднем вот эту. Так, давай отметим место, где нужно фонтан разрезать. А на нижнем просто будет кит, да? Кит. И здесь мы вырежем также белую полоску и приклеим ее потом. А, понятно. Сережа, пока ты будешь клеить, я спою тебе песенку. Ты не против? Нет, Каркуша, совершенно не против. Три татушки, три тата, наша песенка проста. Наша песенка проста, в ней поется про кита. У белоснежного кита от ноздрей и до хвоста. Он вчера сбежал с холста, распевая три тата. Каркуша, отличная песня, но только ноздрей у китов нет. О, как нет? А что же есть? Есть дыхало. Это отверстие, через которое кит дышит и выпускает струи фонтана. А, ну теперь понятно. Так, еще один кусочек белой бумаги я приклеиваю на самый первый холст, на синий. Вот так вот. Теперь давайте все совместим. Давай. Так, давай повернем вот этой стороной, чтобы ребята лучше видели. Хорошо. Так, готово. Теперь, Каркуша, этот триптих ты можешь нести в школу. Ой, очень красиво получилось. О, только как же я его повешу? Да, Каркуша, ты права. Надо что-то придумать. А может быть, у тебя есть волшебное слово, как у Хрюши? Ну или волшебная палочка? О, волшебной палочки у меня нет. И слов тоже. Но зато у меня есть вот волшебное крылышко. И иногда оно меня очень выручает. Каркуша, ну что же ты молчала? Действуй, а то наша программа скоро закончится. Ага. Кар-каракули, пусть же теперь день деньской, чудеса происходят и у нас в мастерской. Кар-кар-кар. Каркуша, у тебя все получилось. Ничего себе. Теперь у нас есть волшебное крылышко, а у тебя есть картина. Спасибо, Сережа, ты мне очень помог. Теперь я поняла, как важно быть внимательной на уроках. Думаю, что ребята тоже. Ну, отлично, Каркуша. Сейчас нам пора прощаться. До новых встреч в мастерской. Смотрите нас на канале Карусель и мастерите с удовольствием. Пока-пока.